Сейчас разберем, что такое асептика, что такое антисептика, какие этапы в этом и в другом у нас есть, и как мастер татуажа, в общем-то, должен поступать. Этот эфир является частью из цикла бесплатных лекций, обзоров по учебному пособию, которым мы разбираем тему за тем. То есть я этим средством обрабатываю, соблюдая инструкцию, которая здесь приложена, я не беру это из головы, да, поэтому я всем рекомендую, подбирайте те средства, которые вы покупаете, да, по принципу, по какому принципу они используются. Все, что пробрызгивается сверху, это все для поверхностных обработок, это невысокий уровень дезинфекции. Следовательно, можно обработать все, что нельзя положить в раствор. Следующим уровнем идут дезинфекторы, которые уже разбавляются с водой, и вы можете развести определенное процентное соотношение и, в общем-то, заложить туда, прям погрузить. Всем привет! У нас сегодня с вами новый обзор по теме асептика-антисептика. Сейчас разберем, что такое асептика, что такое антисептика, какие этапы в этом и в другом у нас есть, и как мастер татуажа, в общем-то, должен поступать в нашем случае. И хочу напомнить, подпишитесь, пожалуйста, на меня для того, чтобы каждый понедельник и четверг не пропускать бесплатные полезные эфиры для мастеров перманентного макияжа. И также мой канал YouTube. Все подробности, все полезные ссылки вы найдете в шапке профиля моего Инстаграма. Этот эфир является частью из цикла бесплатных лекций, обзоров по учебному пособию, которым мы разбираем тему за темой. В рамках этого обзора вы сможете получить от меня сертификат, когда вы сдадите мне лекции по каждой теме. То есть все темы посвящены для вас, для мастеров перманентного макияжа, и, следовательно, вы будете, можно сказать, в прямом смысле обучаться бесплатно. То есть это бесплатное обучение. Проходит оно у нас каждый четверг в 20.00 по Москве. Задача зрителей, участников – писать конспекты, отправлять через сториз отчет этих конспектов и писать, что вы были на бесплатном обучении по теме такой-то, такой-то, у «Отмечайте меня». И пишите, может, пару слов вашего впечатления, обратную связь, отзыв какой-то может быть. Ну, в общем, послание для меня, в котором будут содержаться лекции. После окончания всех этих тем у нас с вами будет возможность получить не только сертификат, но еще и скидку на обучение в моей академии, где вы увидите 8 блоков, посвященных разным темам, которые являются связующим звеном всей нашей профессии. «Мастер татуажа про» называется курс. После 1 января его уже на сайте не будет в том формате, в котором вы можете его получить уже по скидке, используя вот эти вот возможности по лекции. Итак, асептика и антисептика, дезинфекция и стерилизация в перманентном макияже. Именно то, что делать должен мастер, ну или хотя бы знать, как это все должно происходить. По плану у нас 4 небольших темки. В каждую темку входит сегодняшний урок. Итак, асептика – это отсутствие микроорганизмов в конкретной зоне. Для соблюдения асептики мы с вами используем одноразовые материалы. Это модули с иглами, это всевозможные расходники, в том числе сюда могут относиться даже одеяния мастеров. Это фартуки, шапочки, перчатки. Все это является разделом асептики. То, что изначально уже не несет в себе никаких живых организмов. То есть, это асептическая зона, которая чистая, изначально чистая. Вот. И антисептика – это у нас как раз мероприятия, которые направлены на уничтожение всех возможных микроорганизмов в зоне, на которой, в общем-то, мы работаем. То есть, что мы для этого делаем? То есть, мы сейчас будем по порядку разбирать, но в целом, чтобы вы понимали. Асептика – это чистота одноразовых приборов, с которых нет ничего. Антисептика – это убирание всяких разных микроорганизмов с тех самых поверхностей. И дальше пошли более серьезные разделы – это дезинфекция и стерилизация. Дезинфекция тоже у нас делится на несколько этапов. И, в общем-то, о ней мы немножко подробнее поговорим. И следующее – это стерилизация. Это то, что, в общем-то, нацелено на полное уничтожение всевозможных микробов и каких-то патогенных организмов, и споров, и, возможно, каких-то, ну, любые-любые-любые, вообще, грибы даже, то есть, все что угодно. Вот именно стерилизация является конечным этапом, который нам обеспечивает чистоту приборов, которые используются многоразово. У нас есть большой, в общем-то, раздел возможных, да, как бы, средств и различных для дезинфекции и жидких, и различные методики. То есть, сегодня мы хотели бы разобрать, да, куда, что, куда относится, и что нужно делать, а что, в общем-то, нельзя. Смотрите, после того, как вы выполняете работу, вы после этого должны, собственно, обработать, да, потому что вы начинаете работу с чистых поверхностей, одноразовые простыни, какие-то одноразовые или обертки, да, для вас, шнуров, для машинок, накрываете стол, может быть, даже, да, какой-то одноразовой салфеткой. То есть, это все относится к асептике. То, что изначально чистое, даже есть стерильные перчатки сразу же, модули иголки, все это уже стерильное, то, что не содержит никаких живых микроорганизмов. Но, когда вы процедуру закончили, получается, что вы дальше должны следовать этапам антисептики и дезинфицировать, и, возможно, даже стерилизовать. По поводу антисептики, то есть, все, что мы можем обработать, все, что мы можем убрать с поверхностей, это все тоже можно разделить на несколько этапов дезинфекции. То есть, мы дезинфицируем, мы соблюдаем режим антисептики, дезинфицируем. Вот, так что асептика и антисептика – это всего лишь термины, которые нам дают возможность понять, что есть чистое и что есть для процесса самой обработки от грязного. И дальше у нас идут термины, такие как дезинфекция и стерилизация. Вот дезинфекция, она как раз и делится на несколько этапов, там где-то три, кажется мне, по-моему, три основных этапа. Это поверхностная обработка, несерьезная, то есть, которая не является какой-то обеззараживанием до самых-самых микробов, которые там споры может быть. То есть, вы во время поверхностной обработки дезинфекции низкого уровня, вы не все можете обработать, не можете обеспечить стопроцентную гарантию того, что инструмент после дезинфекции поверхностный безопасен. Это о чем я говорю, вот все, что мы с вами поверхностно брызгаем или протираем какие-то поверхности вот этими спиртовыми содержащими растворами, да, то есть, для того, чтобы сверху побрызгать, вы наверняка видели мастера маникюра, да, ногтевого сервиса, они тоже что-то обрызгивают, а что-то они закидывают в обработку. Вот здесь тоже такие же есть разделения. То есть, дезинфекция поверхностная, это все то, что мы обрабатываем в случае, если этот предмет не касался поврежденной кожи. И предмет может касаться только с неповрежденной кожей. То есть, вы, например, держали в руках машинку, и, следовательно, какая-то ее часть касалась, возможно, касалась кожи. Возможно, да, даже там не 100%, возможно, касалась кожи, но вы в перчатках, у вас машинка защищена каким-то чехлом, да, и это плюс перчатки, плюс чехол защитный, который на шнур одевается, да, на клип-корд вот на этот вот, и одевается на саму машинку. Я на саму машинку, сейчас покажу, вот на эту часть, вот где рабочая часть, я сюда одеваю напалечник. Одеваю напалечник, и дальше идет уже вот этот вот пленочка, да, который у нас такой чехольчик. То есть, получается, что вся эта поверхность, которая находилась под резинкой, да, там, под напалечником, под пленкой, все это не касается тем более неповрежденной кожи и даже неповрежденной. Но, так как это относится к возможному контакту, то те зоны, которые мы даже закрываем, мы их обрабатываем поверхностными, несерьезными, невысокого уровня дезинфекции средствами. В основном это средства спиртосодержащие. Я рассказываю настолько, мне кажется, точно, 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 что даже ребенок поймет, потому что, честно сказать, я сама проходила медицинское у меня образование, да, я проходила все эти темы в свое время, и, честно сказать, в голове мало что потом осело. То ли это время, когда не очень хотелось учиться, да, то ли это, ну, возраст такой, когда ты как-то так вроде что-то помнишь, потом не помнишь. Поэтому для того, чтобы человек это один раз хорошо понял, это нужно один раз хорошо рассказать. Один раз. Может быть, учителя были, да, то есть не... настолько заинтересованы, да, научить нас понимать все эти мелочи. Потому что я считаю, что нет плохих учеников, есть плохие учителя, да, которые не умеют учить, которых неинтересно слушать. Поэтому я надеюсь, что моя подробная такая вот лекция вас на сегодняшний день, те, кто не понимал, не разбирался, путался, наконец-то вы начнете разбираться вот в этих вот нюансах, и лучше, конечно, все это конспектировать. Смотрите, все, что не касалось кожи, мы обрабатываем низким уровнем дезинфекторов, да, то есть это всякие спреи, спиртосодержащие спреи, вот, могут содержать какие-то еще там компоненты. Но суть в том, что это вы просто обрызгиваете и протираете. Все, что нельзя потом куда-то положить в замочку, это часть аппарата с мотором, это сам шнур, который точно нельзя никак обработать, это кольцевые лампы, которые, ну уж точно нельзя ни в какую замочку положить, это стены, это поверхности кушеток, да, которые все, что можно протереть и просто обработать. И это все является дезинфекцией низкого уровня. Вторым этапом, вторым разделом дезинфекции, тоже относятся к дезинфекции, то есть к истреблению, да, всяких загрязнений, это промежуточный уровень или уровень, ну, средний, да, уровень. Туда мы относим уже обработки более такие серьезные, и здесь уже инструменты могут замачиваться, закладываться в растворы. А следовательно, эти растворы имеют свои рецепты по разведению. Какой бы вы пузырек ни купили, в котором написано определенный состав, да, и написаны рекомендации по времени, очень важно, чтобы мы соблюдали это время экспозиции, выдержки. То есть, если вы развели определенное процентное соотношение растворов, заведомо не говорю название растворов, так как мы с вами находимся все в разных странах. И в каждых странах, скажем так, свои названия этих самых средств. Но, по сути, у нас есть некий состав, да, международного уровня, который для всех стран одинаковый. Те средства, которые содержат определенные химические компоненты, если они там есть, то вы можете надеяться на то, что у вас не будет потом каких-то проблем после обработки этим раствором. Вот. Где такие растворы находить? Ну, чаще всего спрашивают, а где найти это, какие, а как они называются? В основном, магазины, которые предоставляют вам профессиональную продукцию, те же машинки, те же расходные материалы, они всегда обладают разделами по дезинфекции и стерилизации, и некоторые даже продают автоклавы и все остальное. И к ним всегда есть описание. То есть, вы можете просто-напросто посмотреть, что рекомендует тот или иной магазин по продажам, выбрать те средства, которые для обработки, то есть, те, что сбрызгивают, да, поверхности. Второе. Там всегда идет паспорт. Вот мой, сейчас я вам покажу. У меня, скажем, вот есть такое средство, которое в виде пены, вот, оно используется для обработки поверхностей и обработки, вот, например, инструментов самой машинки, да, верхние, верхние вот эти вот пробрызгивания, то, что не надо замачивать. То есть, я этим средством обрабатываю, соблюдая инструкцию, которая здесь приложена, я не беру это из головы, да, поэтому я всем рекомендую, подбирайте те средства, которые вы покупаете, да, по принципу, по какому принципу они используются. Все, что пробрызгивается сверху, это все для поверхностных обработок, это невысокий уровень дезинфекции. Следовательно, можно обработать все, что нельзя положить в раствор. Следующим уровнем идут дезинфекторы, которые уже разбавляются с водой, и вы можете развести определенное процентное соотношение и, в общем-то, заложить туда, прям погрузить те инструменты, которые можно погружать. Ну, например, там, держатели, да, есть машинки, которые скручиваются, часть держателя, да, за которую мы держимся, и можно ее забрасывать уже вот в эти вот ванночки с этим раствором. Тоже, там написано обязательно время экспозиции, для какого уровня дезинфекции, какое время экспозиции у нас есть. Есть средства, которые буквально за 5 минут убирают, в общем-то, все вот эти споры бактерий. Но самым сильным вообще уровнем дезинфекции считается стерилизация, так как в этом уже уровне происходит настолько сильная, да, либо это термическая обработка. Но в любом случае она идет либо за счет пара, да, либо за счет нагрева воздуха. Но в любом случае это либо влажная, либо сухая. В любом случае это термическая обработка. Прежде чем ваш инструмент попадет, например, в автоклав, то есть мы туда можем закладывать только те инструменты, которые по рекомендации конкретно вашего автоклава должны быть сделаны из этих вот металлов, да, то есть какие-то средства, какие-то предметы, которые вы покупаете, да, к ним сразу же можно запросить у менеджера, у производителя, да, то есть из чего сделано, можно ли это автоклавировать, можно ли это класть в стерилизатор, то есть насколько вы не повредите инструмент, потому что здесь уже вопрос к самому производителю. Из чего сделан тот же самый держак? Можно ли его класть? Не расплавится ли он? Поэтому в первую очередь, соблюдая вот эти все этапы, вы должны понимать, какие средства в данном случае в ваших руках. Эти средства их не придумывают просто так, да, там пишут рекомендации, какие, например, хлоросодержащие и жидкости для обработки химической, нельзя ими обрабатывать металлы, да, то есть там может произойти процесс коррозии и так далее. То есть вот такие моменты, на них нужно обращать внимание обязательно. Что хочется сказать в концовке? Вот мы проговорили весь этап, да, то есть есть поверхностная, средняя и есть высокий уровень обработки. Вот когда вы работаете с какими-то незагрязненными предметами, то это поверхностная обработка, все, что мы используем просто вот не раняя кожу, да. Но у нас есть одноразовые иголки теперь. Я хочу сказать, что вот эти многоразовые иголочки, многоразовые держатели, они, конечно, нам усложняют работу. И сейчас большая часть мастеров перешли на одноразовые гигиенические модули, да, где уже в конкретном модуле одна игла, и когда вы его сняли, то есть все, у вас какая-то часть аппарата уже одноразовая. Я, честно сказать, полностью перешла уже на модули и облегчила себе этим жизнь, да, потому что не нужно не задумываться, что-то там промывать. Я использовала ванночку, промывала эти держатели, затем я закидывала в ультразвуковую ванночку, я имею в виду. Сначала я закидывала в накопитель, в котором там лежало, все это растворялось, потом я закидывала в ванночку в мыльную, там это все отмывалось, затем нужно было это все промыть, прочистить, продуть. Я даже специально покупала баллон, в котором есть такая трубочка, и использую для продувания клавиатуры у компьютера. То есть там под сильным давлением, из вот этих тоненьких держателей, куда мы иголку вставляли, оттуда, чтобы выдуть все эти содержимые после ультразвуковой ванны, когда это уже все отбилось. Но некоторые используют наоборот, они грязные держатели, забрасывают сразу в ультразвуковую ванну. Но это неправильно. Сначала грязный предмет, вот вы от машинки его отсоединили, если он многоразовый в использовании, вы его по сути должны забросить сразу же в накопитель с жидкостью, которой непосредственно все это должна уже обработать. И потом только уже обработанный предмет, промыть его под краном, не грязный промыть, а потом положить в накопитель, а уже обработанным промыть, и затем только положить в ванночку ультразвуковую с мыльным раствором. Только после того, как мыльный раствор, это все, вот эта ультразвуковая волна, все это отбила, мыльный раствор все это промыл, после этого промывается еще раз. Посмотреть, как долго это все происходит И другое дело, когда вы одноразовый модуль поставили И вообще забыли об этой всей теме Там остается только максимум, если держатель сменный У вас на аппарате сам держатель Он бывает разной формы, смотря какой у вас аппарат Но в целом большая часть машинки, которая никуда не забрасывается То есть саму машинку, сам аппарат Его только поверхностно можно сбрызнуть Следовательно, как защититься? На саму машинку нужно одевать защитные пленки Пакеты, зип-пакеты, пленки Но есть аппараты, у которых двигатель находится снаружи Это часто роторные, прямоходы и так далее То есть машинки, у которых видно, что есть движущиеся части Которые нельзя затягивать, чем-то заматывать Поэтому если вы одеваете какой-то пакет Он тоже должен быть достаточно свободным И это не очень удобно работать, когда у вас сверху такой пакет Поэтому я со временем перешла на машинку пенообразного типа То есть просто прямая машинка У меня разные такие машинки, которые именно в такой форме Вот такая есть машинка Это эльф пен У меня она сейчас очень такая в ходу Я люблю ее И рекомендую, если хотите такую купить, то берите мой промокод И покупайте со скидкой Вот, я им довольна, мне нравится Затем у меня стилус биотек, тоже в виде ручки Затем у меня лонг тайм лайнер, тоже в виде ручки Вот, лонг тайм лайнер решила продавать Слишком у меня много аппаратов, практики у меня не так много То есть я в большей степени занимаюсь обучением Практика у меня от случая к случаю И в общем-то поняла, что куда мне столько машинок А у меня их, по-моему, порядка шести штук То есть начала распродавать И в результате всего я поняла, что основная проблема дезинфекции у нас с вами Связана с самим оборудованием То есть использование этого оборудования, как лучше его использовать И в общем-то использование пенообразных машинок Те, которые в форме ручки, да, пен, ручка, в форме ручки Серьезных аппаратов, которые создаются серьезными компаниями Да, я не говорю даже сейчас о китайских ручках Потому что они, понятно, что они ручки Вот, но есть еще и аппараты, оборудование серьезное Это профессиональные, которые тоже в виде пена, в виде ручки Чтобы вы понимали Это вот как раз по типу, как Эльф я вам показала Как, сейчас я вам покажу, вот у меня стилус здесь Стилус Биотек, вот он, видите, в виде ручки Вот, пенообразные машинки Они очень удобные, потому что на них проще одеть какую-то защиту У них чаще всего вставляется просто модуль, который вы выкинули и все И там только поверхность можно побрызгать И все, у вас все в порядке Что еще остается? Это расходные материалы Вообще, вот история с расходными материалами Которые вы используете во время процедуры Что сюда относится? Во-первых, это ватные диски, которые вы можете попачкать в крови Или те же самые иглы, которые вы используете в процессе Там какие-то связанные Все, что касается поврежденной кожи Все, что может касаться поврежденной кожи Это капсулы под пигмент Это, собственно, сама иголка Это весь корпус, весь модуль иголки Он тоже уже имеет вот это взаимодействие Почему внутри каждого модуля стоит мембрана Почему? Потому что мембрана закрывает часть, работающую часть модуля С корпусом аппарата Поэтому, если вы еще до сих пор не перешли на модули Все-таки я вам рекомендую задуматься о том, что это удобно, это безопасно Это очень эстетически, внешне даже красиво Модули сейчас очень разных форм Поэтому, ну, пожалуйста Я же, в свою очередь, могу вам порекомендовать Вот такой вот бренд Игла Как у меня стоит на этой очень тоненькой носик Это я снимала урок И поэтому модуль у меня такой в краске запачканный остался Вот такие вот иголочки Они у меня в формате Сейчас покажу Вот, они у меня есть от меня Сделаны Я играюсь амбассадором бренда Игла Который официально производится и производитель на Украине Алина Терновская То есть, если обращаетесь напрямую к ней То вы можете получить по моей скидке То есть, вы используете мой промокод Вот промокод у меня наставник у Алины на бренд Игла И, в общем-то, даже можете заказать мой авторский набор Микс Микс у нас содержит несколько конфигураций Идет 0,25 единица 0,30 единица 0,25 троечка И 0,35 единица То есть, разные иголки сразу же в одном наборе Вы открываете, у вас 4 блистера И каждый блистер со своим диаметром иглы Ну, если вы, в принципе, используете какие-то другие модули То тоже, как бы, здесь все одинаково Да, просто может быть разный дизайн Но, в целом, все модули содержат мембрану Внутри стоит мембрана На модуле Игла стоит двойная мембрана То есть, Алина заморочилась Алина является моей ученицей, выпускницей Академии Впоследствии чего она вдохновилась и создала свой бренд Иголок И, в общем-то, активно его развивает С ценами, пожалуйста, познакомьтесь лично в ее аккаунте представительском Я не продаю ничего Я лишь раздаю подарки Раздаю промо-коды И рассказываю супер много полезной информации Поэтому вам нужно обязательно на меня подписаться Если вы подписались на меня в Инстаграм, на Ютуб И на мой канал новостей, новости по Таенку По Таенку, новости в Телеграм То на все три канала То я вам подарю набор моих плейлистов Не плейлистов, а мои листочки На которых, как они называются? Я уже по-русски забываю И не по-русски Советы Другими словами Советы, как работать на веках Как работать на губах Как работать в, по-моему, там перекрытии есть И еще что-то А, чек-листы Следующий момент Относительно всех этих дезинфекций Обработок Стерилизаций Нужно помнить о том, что В стерилизацию идут уже подготовленные предметы То есть, если это многоразового использования Какие-то штучки у вас, да? Какие-то держатели Ну, вдруг что-то То Перед тем, как положить в стерилизатор Естественно, вы должны проделать все этапы Обработки Дезинфекции Каким образом это происходит Я проговорила ранее Сейчас просто быстренько повторю То есть, поработали Забросили в накопитель Из накопителя забросили в ультразвуковую ванну Из ультразвуковой ванны Промыли И после каждого этапа, кстати, промывание После ультразвуковой ванны промыли И уже тогда положили в крафт-пакет И в крафт-пакете уже укладываете в стерилизатор Автоклав Смотря какой у вас Есть вариант горячей стерилизации Есть влажной стерилизации Паром Автоклавы Они, в общем-то, идут у нас По-моему, Б-класса Если я сейчас не ошибаюсь Именно это дорогие, здоровые машины Которые чаще всего используют в клиниках Мало кто из мастеров в частном кабинете Ставит себе такой автоклав Он, во-первых, дороже В основном у многих сухожары То есть, сухожар Это ящик В котором просто поднимается бешеная температура И, в общем-то, все там убивается Но убивается, когда у вас все подготовлено по пунктам А не просто вы грязную туда бросили И там все убивается Конечно, перед этим надо дезинфицировать Промыть и затем только забросить По поводу использованных каких-то иголок И так далее Расходных материалов с кровью У нас тоже, по сути, должны стоять накопители Вот накопитель под иглы Вы все знаете, что это пластиковая коробка Желтого цвета Которая по всем правилам Должна сдаваться в определенные службы И, как правило, эти службы приезжают Где-то раз в месяц И забирают у вас эту коробку Есть еще всякие лайфхаки Которые я тоже как-то рассказывала не раз То есть вы можете использовать тоже какую-то коробку Забрасывать туда эти самые иголки Но в этой коробке обязательно должен быть какой-то раствор То есть вы не просто в сухую коробку забрасываете Вы закидываете в тот же самый раствор Который по факту называется накопитель То есть вы накапливаете туда это все, собираете И когда наступает момент куда-то утилизировать эти иглы То по-хорошему утилизировать их нужно Именно через средства службы, которые утилизируют Но один из вариантов, который мне пришел как-то в голову Что эту коробку можно полностью запенить То есть строительные пены Просто вы в эту коробочку Заливаете туда эту пену И у вас вся эта штуковина Она вся застывает И все иголочки, все эти оказываются внутри В целом, конечно, все это вариации такие, знаете, лайфхаков Но чем больше мы развиваем эту тему перманентного макияжа Тем больше мы сталкиваемся с тем, что требования повышаются Здравость мастеров тоже повышается Если раньше этого не было И никто не знал, кто куда эти иголки девал Когда это был 9-й год, 10-й Не очень понятно, где все эти нормы были То есть про это как будто бы никто толком не слышал И честно сказать, я в 10-м году начала свою практику Я не помню вообще, чтобы мне говорили Куда утилизировать эти иголки То есть в моем учебном курсе в то время Ну то ли я забыла, да То есть не буду говорить зря То ли я забыла, то есть как-то эти темы вообще обходились стороной Если вы заметите, темы дезинфекции и стерилизации Сейчас не так давно стали поднимать То есть почему? Потому что сфера перманентного макияжа настолько выросла Что она, по-моему, перешагнула даже татуировщиков По коммерции, по востребованности И, следовательно, стало больше требований И больше внимания на нашу сферу Поэтому мы стали больше разбираться В медицинских каких-то терминах И нас тоже уже почти чуть ли хотят причислить к медикам Хотя это несколько абсурдно звучит То есть если вы удаляете волос с кожи И выдергиваете его, то вы находитесь на глубине, скажем так, дермы А если вы делаете косметический перманентный макияж То вы, в общем-то, эту дерму слегка касаетесь То есть это вообще разная глубина Даже внедрение в кожу И назвать это повреждением тоже очень сложно Да, конечно, есть очень травматичная техника выполнения Связана с тем, что руки у мастера неопытные Вот, и где-то кровь даже может появляться Вот, но есть и опытный мастер, который выполняет работу А кожа все равно кровит Это губы, которые наполнены вообще сосудами Это глаза, которые тоже могут иметь близкорасположенные сосуды Это брови, у кого повышенное вообще давление, скажем так И на бровях, и тонкая кожа чувствительная Тоже может сочиться кровь Точечно, да, буквально капельно Точечно, но вы уже, по сути, спровоцировали Но когда вы выщипываете брови И выдергиваете волосок И у вас на этом месте появляется капля крови Такое тоже есть Но почему-то у нас на это внимание Так много раньше не обращали Поэтому давайте будем с вами здравыми Сами будем проводить эту логичную черту И определять, что все-таки мы работаем иголками А не кисточками Значит, мы должны что-то учитывать Относительно дезинфекции и стерилизации Вот и все То есть мастера перманентного макияжа Все-таки внедряются в кожу человека Тем или иным образом Ну что, у нас остается с вами Еще не затронутая, наверное, связанная септики и антисептики Какой вопрос? Вы, кстати, можете писать уже свои вопросы Потому что мы уже буквально скоро заканчиваем И все этапы, которые мы с вами проговорили Вы должны четко понимать Что только от вас зависит Насколько уверенно и безопасно будет себя чувствовать клиент на процедуре Не забывайте демонстрировать перед клиентом одноразовые инструменты Не забывайте рассказывать о том, что у вас Каким образом вы проводите вот эти безопасные условия То есть я всегда показываю одноразовый модуль Я там заряжаю машинку Я показываю, смотрите, вот это ваш модуль После работы он выбрасывает Я это уже говорю по привычке Я просто говорю это на автомате Есть клиенты, которые говорят Ой, не надо, я тебе доверяю А я говорю Я вырабатываю в себе привычку Не забывать информировать об этом каждого клиента Даже если это моя мама А в вас я вырабатываю привычку Обращать внимание Что именно используют во время процедуры Именно с вами Вы должны тоже это знать Потому что часто очень Я спрашиваю своего клиента, пациента Там в косметологии, например А что вам кололи последний раз? Она говорит Ой, а я не знаю То есть вы вам машинкой делали или манипулой? Ой, а я не знаю То есть, ну в принципе, человек тоже доверяет и все остальное Но мне кажется, это было бы супер профессионально Если бы вы просто показывали, говорили Что вы должны вырабатывать привычку следить за медиками За тем, чтобы они вас и ничем не заразили Но на самом деле человек должен быть ответственным за себя тоже Не нужно сваливать все на мастера Потому что мастер имеет право ошибиться в жизни Потому что он человек А клиент должен тоже быть бдительным И если можно что-то проследить То пускай прослеживает, пожалуйста И в общем-то тогда у всех все будет хорошо Вот Что касается каких-либо обсуждений С клиентом по рекомендациям То есть асептика, антисептика соблюдена Вы все сделали Вы использовали одноразовые инструменты Вы собрали все использованное В накопителе Обработали все поверхности Приготовились к новому клиенту Вы уверены, что у вас все было чисто А потом приходит клиент и говорит У меня там где-то воспалилось У меня где-то что-то заболело То есть это уже этап, который наступает После процедуры После процедурный, скажем так Какой-то момент Где она могла бы не уследить за чистотой Поэтому я считаю, что к разделу асептики, антисептики И вообще вот этой всей дезинфекции, чистоты и порядка Должно присоединяться информирование Должно присоединяться хорошее информирование Вашего клиента Как ухаживать за этой зоной После процедуры То есть те меры, которые раньше рекомендовали Когда-то, когда-то Что нужно вообще не трогать Не мочить И мазать вазелином бесконечно Это все не годится Я надеюсь, что никто из вас так не делает И не рекомендует То все-таки все поверхности раневые Они требуют чистоты и сухости Следовательно промывать и омывать Брови после татуажа можно и нужно Вот И следующее, что Для особо волнительных клиентов Можно сказать, что Если у вас есть какие-то сомнения или волнения Вы залезли руками Почесали, забыли ногтями То, конечно, лучше обработать это все И не один раз Но в целом Если вы делаете татуаж Отправляете домой человека Нужно сказать, что буквально первые сутки Пока идет заживление Утро, вечер Протереть там хлоргексидином Этого достаточно Не нужно весь день протирать хлоргексидином Во-первых, он пересушивает Во-вторых, это хлор И все-таки он как бы является токсичным компонентом Зачем повторно протирать хлоргексидином Для того, чтобы повысить вот эту чувствительность Какую-то красноту вызвать может у чувствительных людей Поэтому просто чистота Это обычная вода Да, то есть кипяченая Или там питьевая из бутылок Это просто омыть Поверхность омыть И делать это нужно несколько раз в день До тех пор, пока у вас не перестанет выделяться Вот эта лимфа и сукровица Вот, поэтому обычное омовение Да, этой ранки И просушивание салфеткой Бумажной, одноразовым бумажным платочком И рекомендации не пользоваться Общественными полотенцами До тех пор, пока полностью заживление не пройдет И все не отшелушится Вот, то есть соблюдение чистоты и сухости в этой зоне Вот и все Тогда комплекс всех мероприятий Которые вы соблюдали Не будет омрачен тем, что у клиента Какая-то проблема возникла Вот, или вы забыли показать Что вы использовали одноразовый модуль Да, то есть вы должны Со всех сторон это сделать Вот, в работе использую одноразовые модули Если не одевать защиту на машинку Машинка беспроводная Можно просто протирать дезинфектором Но в целом я много раз Могу вам сказать Видела и очень именитых мастеров И людей, которые являются директорами Огромных вообще там Учебных академий Известных уже много-много лет Да, на рынке Я видела в официальных видео Когда специалист-мастер работает В непокрытом аппаратах С непокрытым вот этими вот рукавами Чехлами Вот, но я уверена, что он соблюдает Все правила чистоты Я просто уверена Поэтому протирать верхний слой Вот сбрызгиванием Может оказаться вполне достаточно На самом деле Главное, чтобы сами средства Которые вы наносите на поверхности Если ваши поверхности металлические Они не должны содержать хлор Вот, потому что они тогда портят Вот эту самую металл Вот Что еще мы могли забыть сказать Относительно этого Этой темы Ну, сами средства я вам уже говорила Что нет смысла их названия называть Которые, например, у меня Да, потому что я еще раз говорю В своем городе В своих магазинах Вы можете найти, например, совершенно другие названия Но они будут относиться к тем самым Дезинфекцирующим поверхностям Для замачивания И, в общем-то, здесь нет проблем Ну что, я жду ваши вопросы И мы заканчиваем на сегодня Ой, сколько лайков Сам нормы Нужно знать еще до начала работы Заменить вы серьезно? Ну, в целом Я просто не знаю, о чем Заменить вы серьезно? Может быть, а по поводу лайфхака? Я вообще никому не рекомендую Делать какие-то изощрения Которые вам кажутся Что они вот как бы Ну, нормально подойдет То есть каждый подходит К выполнению условий На уровне своего Своего уровня ответственности Я ни за кого отвечать не берусь А никого не прошу отвечать за меня Если вдруг что случится Я сама за себя отвечу Так должны думать и вы Поэтому, насколько вы будете Выполнять эти рекомендации Это вопрос исключительно Каждый сам к себе должен задавать Я лишь вас знакомлю с тем Какие есть темы Какие есть вариации Которые затрагивает именно этот вопрос Чтобы вам было интересно Чтобы вы могли что-то сравнить И сделать для себя вывод Это не рекомендации К действию Мои эфиры Это не конкретное утверждение всего Что я говорю Что делайте только так Я являюсь свободным блогером Я не ставлю руку И не говорю Что я отвечаю за все нормы Во всем мире И в каждой стране И если вы поступаете не так Как я рассказываю Значит вы делаете неправильно А я делаю правильно Это вовсе не так Вы можете встать В своем инстаграм И рассказывать все Что вам хочется Как это делаю я уже 4 года Такой объем информации Которую рассказываю я Мне кажется Ну мало кто оселит Просто так это все Вот стоять и рассказывать Мне за это не платят Поэтому я вас спрашиваю Пожалуйста не ерничайте Никогда в моих прямых эфирах А ведите себя Во-первых Просто культурно Все Больше ничего не надо от вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому